Каждый раз, когда начинается строительство нового храма, находятся люди, которые говорят, лучше бы вы построили садик или больницу, сделали какое-нибудь социально полезное дело, словно не замечая множество дел милосердия, которые ежедневно совершает церковь. А ведь это и многочисленные разовые акции, и постоянная помощь нуждающимся – детям-сиротам, инвалидам, одиноким пожилым людям. Среди таких конкретных ежедневных дел Шахтинской епархии – организация работы детского приюта в станице Манычска. Детский приют в станице Манычска действует уже шестой год. Изо дня в день священники храма Святой Пороскевы и их помощники заботятся о детях, лишенных семьи. Для этих ребятишек не только устроены уютные помещения, налажен образовательный процесс, но и создана теплая домашняя обстановка. 18 детей в возрасте от 7 до 14 лет находят здесь настоящую любовь и участие. Ознакомиться подробнее с деятельностью приюта в станицу прибыл эксперт синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Я второй день, и мне больше всего понравилась открытость детей, доброжелательность, их открытый взгляд и улыбки. И они не боятся и не чураются незнакомых людей. Они сразу же подходят, представляются, спрашивают, рассказывают. Меня больше всего поразило, когда мы вошли с батюшкой на территорию приюта, как они бежали к нему по полю с открытыми глазами, улыбками, брать благословение. Это было, конечно, необыкновенное ощущение и самое яркое впечатление. Дети очень открытые, очень доброжелательные. Они дети. Они настоящие дети. Подарить детям счастливое детство, чтобы они любили жизнь людей, любили Творца этого мира Отца Небесного – важнейшая задача работы приюта. И сегодня она успешно решается. Станичный приют накопил большой опыт работы с детьми, который может быть применен и в других епархиях. Обычно комиссия – это человек, какая-то личность приезжает, которая постоянно что-то требует. Ну, когда Елену Анатольевну мы встретили, пообщались поближе, я понял, что это не комиссия, а друг и соработник приехал, который готов протянуть руку помощи и посоветовать, как нам лучше организовать такое доброе дело, развить его для абсолютного совершенства. Я спрашиваю советы, рекомендации, принимаю их. И думается, что в дальнейшем нашем сотрудничестве будет очень много благотворных проектов во благо церкви, во благо общества. И создание подобных, может быть, каких-то структур, которые могли бы на законных основаниях больше бы детей мы смогли бы принимать в наш приют.